Здравствуйте! Это программа Юниор в своем детском и юношеском спорте в Омской области. Сегодня мы узнаем, как, занимаясь всего один год спортивной аэробикой, попасть в сборную Омской области и стать участником первенства России. 12-летняя Маша Янычева вспоминает о своих первых школьных соревнованиях по спортивной аэробике так, как будто уже несколько лет занимается этим видом спорта. На самом деле прошел всего лишь год с тех пор, как она предпочла аэробику художественной гимнастики. Буквально с первых тренировок поняла, что новый, динамичный, яркий вид спорта больше по душе. Понравилось и то, что можно пробовать себя в разных видах программы. За это время Маша успела узнать много тонкостей. Было страшно, но потом я поняла, я когда вышла на площадку, мне было так приятно и классно. Но я от этого получала какой-то кайф, мне очень нравилось. И потом я уже поняла, что это очень интересно выступать. Пока Маша училась, искала себя в разных видах выступлений, тренеры наблюдали. И пришли к выводу, что веселая, энергичная девочка в паре с харизматичным, шустрым мальчишкой может добиться наибольших успехов. Лучше всего у Маши получалось с Семеном Маховым. Ребята приступили к работе и за довольно короткий срок, став вторыми в Сибирском округе, завоевали право представлять наш регион на первенстве России. Работать в паре, это, ну, мальчик и девочка, это же совершенно два разных человека. И главное, находить общий язык, потому что нельзя ссориться, когда мы работаем. И даже, ну, мальчики, они такие натуры, что, ну, как яркие, такие взрывные. А девочкам нужно всегда, ну, иногда прислушиваться к мальчикам. И даже если девочки правы, иногда, ну, нужно закрывать эту тему и потом как-нибудь намекнуть, чтобы, ну, не было никакой ссоры. Ой, ну, она очень хороший человек. Ну, с ней прям очень хорошо. Мы с ней иногда, ну, когда ссоримся, когда не ссоримся, вот. Что-то надо делать. Всегда я под нее иногда поставилась, иногда она под меня. Номер соревновательной программы в спортивной ролике длится всего полторы минуты. А сколько же времени и сил требуется для того, чтобы этот номер поставить, отработать? Подготовка ведется в несколько этапов. Ведь задействовать и совместить элементы хореографии, гимнастики, акробатики не так-то просто. И все это на фоне довольно высокого темпа и четкого музыкального ритма. Самое главное качество, которое должен обладать спортсмен, это трудолюбие. И, как показывает практика, дети, одаренные от Бога, не всегда достигают таких результатов, которые достигают трудолюбивые дети. Ну, конечно, если на трудолюбие еще накладывается фактура, талант, это, конечно, звездный вариант. И я думаю, что вот у нас сейчас есть такие дети маленькие, вот, как, например, вот и Маша, и Семен, которые очень одаренные и в то же время очень трудолюбивые. При оценке программы судьями учитывается искусство движений, в которых проявляется не только сила, выносливость, гибкость, а также артистичность исполнения и сложность программы. Для спортсменов высокого класса в спортивной аэробике обязательных элементов программы не существует. Судьи оценивают сложность выполнения упражнений. А вот у детей-юниоров присутствие определенного набора движений, к ним мы вернемся чуть позже, просто необходимо. Так как же в равных условиях сделать номер особенным, ярким, лучшим? Когда все дети, допустим, показывают одинаковый набор элементов в программе, очень важно эту программу сделать интересной. То есть существует такое понятие фишки, какие-то интересные переходы, какие-то нестандартные движения, взаимодействия пирамиды, все интересная музыка, может быть, интересный какой-то характер, который показывают в программе. Тренеры ищут тему, и потом эту тему пытаются воплотить в упражнение, добиваются, чтобы дети сделали это все чисто, синхронно, на высоком уровне. И когда желания тренеров и возможности детей совпадают, это, конечно, успех. Поехали! Раз, и два, и три! Сегодня на тренировке ребята выполняют упражнения с особым усердием. Последний шанс что-то подправить, освежить в памяти базовые элементы разминки и программ. Вечером поезд в Новосибирск, каких-то пару дней и первенство России. Мы уже упоминали об основных элементах обязательной программы. Юные представители школы аэробики Омской области с удовольствием нам их показали. Ну, первый элемент, который мы можем показать, это страдал. Это прыжок. Давай, давай, Леша, покажешь, чтобы не объяснять. Следующий элемент у нас угол ноги в рост. Упор углом. Элемент на динамическую силу – это венсон. И элемент на гибкость – это безопорный вертикальный шпагал. Достаточно молодой вид спортивная аэробика активно развивается во многих городах и регионах России. И в том числе в Омской области, где число занимающихся превышает полторы тысячи человек. Спортивная аэробика – это сложнокордиционный вид спорта. И на самом деле очень сложно заниматься. Он считает гибкость, силу и выносливость. Часть жизни после шести лет тренировок – это как уже в школу сходить. Это, во-первых, самосовершенствование. Когда я учусь какой-то делать элемент, я постоянно переступаю через себя. И тем самым развиваю в себе самые лучшие качества. Сила воли, борьба, упорство – это очень помогает в жизни. Спортивная аэробика – это для меня вся жизнь. Это слезы и радость, можно так сказать, победы какие-то. Это интересно. Я учу новые элементы. Езжу на соревнования. Это получение разряда. Вообще я живу, я очень долго занимаюсь, уже 10 лет. Езжу на соревнования, узнаю города. Пока мы изучали основные элементы обязательно юниорской программы спортивной аэробики и общались с ребятами, Мария и Семен надели костюмы и подготовились к контрольному прогону перед ответственными стартами. Вообще мы перед прогоном, мы обычно так берем вместе, вот так берем, раз, два, три. Сегодня вы включаете на Россию. Какие вообще мысли, как вы думаете, насколько вы готовы? Ну, как бы, очень настроенное, как бы, очень боевое настроение. Прям, можно, как сказать, приехать и всех там выиграть. Прям, вообще, боевое настроение очень сильное. Волнения нет? Ну, у меня немножко есть даже волнение не перед выступлением, а вот перед обстановкой соревновательными. Вот это, ну, разминка без тренеров. Тренировка окончена. Все замечания учтены, детали обсуждены, настрой боевой. Юные спортсмены готовы к ответственным стартам. На первенстве России по спортивной аэробике пара Мария Янычева-Семен Махов прекрасно справилась с выполнением программы. Пропустив вперед двукратных чемпионов России дуэт из Перми и лучшую пару Сибири, ребят из Барнаула, омские спортсмены завоевали бронзовые медали. По мнению тренеров, это большой успех для пары, которая образовалась меньше года назад. Пожелаем ребятам дальнейшего роста мастерства и плодотворной подготовки к следующим соревнованиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова